На телеканале РБК Омск новости. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Панков. Сегодня в выпуске. Главный санитарный врач региона против. Режим самоизоляции смягчают раньше времени. Всех не выпустят. В правительстве России рассказали, кто может вылететь за границу. Меняться, чтобы выжить. Чьи руки отдают убыточную муниципальную тепловую компанию. И сколько теперь омичи будут платить за отопление. Не место для мусора. Старейшая свалка Омска вне закона. В Омской области скончался еще один пациент с диагнозом COVID-19. Таким образом, с начала пандемии в регионе зафиксировано уже 23 летальных исхода. За последние сутки коронавирус подтвердился еще у 75 человек. Общее количество инфицированных теперь составляет 1851. Из них 844 человека уже выздоровели. По данным на вторник, 9 июня, коэффициент распространения коронавируса, среднее количество людей, которых заражает один больной до самоизоляции, составляет 1,39. Смягчать режим самоизоляции, сообщают в Федеральном Роспотребнадзоре, можно только если этот показатель меньше единицы. Напомним, на последнем заседании оперативного штаба власти приняли решение переходить ко второму этапу снятия ограничений. В частности, с 8 июня заработали магазины площадью до 800 квадратных метров. С 9 июня начинают действовать транспортные карты для льготников. С 12 июня открываются летние веранды и кафе в ресторанах. С 22 июня возобновляют работу детские сады. Однако сегодня в СМИ появилось обращение руководителя регионального Роспотребнадзора Александра Криги к губернатору Александру Буркову. Главный санитарный врач Омской области напоминает, что на любом этапе при осложнении эпидемической обстановки все снятые ограничительные мероприятия могут быть возобновлены. Глава Роспотребнадзора предлагает «Не допускать возобновления деятельности объектов розничной торговли площадью до 800 квадратных метров. Не открывать детские сады, спортивные объекты и отложить начало туристического сезона». В пресс-службе регионального правительства эту информацию уже прокомментировали. Сообщается, что свою позицию главный санитарный врач озвучил еще в пятницу. Однако в итоге было принято решение переходить ко второму этапу снятия ограничений, которое, цитируем, «обосновано эпидемиологической ситуацией в регионе». Конец цитаты. Мы долго держали организации закрытыми, благодаря этому удержали ситуацию под контролем. У нас ситуация по сравнению с другими городами-миллионниками, например, соседними Екатеринбургом и Новосибирском, гораздо лучше. Принимая решение о смягчении режима самоизоляции, власти, кроме коэффициента распространения коронавируса, учитывают еще два показателя. Количество проведенных тестов на COVID-19 должно быть свыше 70 на 100 тысяч населения, а также число резервных коек в больницах. По данным, на 9 июня в регионе проведено более 144 тысяч тестов на коронавирус. Свободных коек в медучреждениях также хватает, отмечают в региональном Минздраве. К тому же за последние месяцы кардинально изменилась ситуация в ковидных больницах. В Федеральном Минздраве утвердили новую, уже седьмую версию методических рекомендаций по диагностике коронавирусной инфекции. Официально зарегистрировано несколько препаратов для лечения зараженных. Один из них, Авифавир, поступит в медучреждение уже на этой неделе. Победить коронавирус удастся не раньше 1 июля. Такой прогноз глава Омского здравоохранения Ирина Солдатова озвучила о комсомольской правде в Омске. При этом победой в ведомстве называют ситуацию, когда в день будут регистрировать не более 20 случаев заражения COVID-19. Полностью избавиться от коронавируса, считает глава регионального Минздрава, уже не удастся. Нам придется с этим жить. Многие будут заражены. Совсем победить коронавирус пока не получится. Часть больниц у нас будут переоборудованы на постоянную работу под COVID. Это нужно принять. Сдать анализ на антитела COVID-19 теперь можно и в Омском медуниверситете. В распоряжение врачей поступила первая партия тест-системы из Новосибирска. С их помощью планируется определять у Амичей наличие иммунитета к новой коронавирусной инфекции по уровню антител, иммуноглобулинов М и Г. Запись на тестирование уже идет. Приехать в центр и сдать кровь можно будет на следующей неделе. Стоимость услуги – 1800 рублей. В Академическом центре лабораторной диагностики рассказывают, для анализа будет применяться технология, рекомендованная Росздравнадзором, а недовольно распространенные скрининговые экспресс-системы. Специалисты отмечают, что такой метод исследования может подтвердить не только наличие или отсутствие иммунитета к коронавирусу, но и сам факт заражения. Нередко тесты на COVID-19 показывают ложно-отрицательный результат, поскольку берется биоматериал из носоглотки, а уже доказано, что вирус спустя некоторое время спускается в нижние отделы дыхательных путей. Уже проведено пробное тестирование, и оказалось, что иммунитет к коронавирусу имеют только 3% Амичей. Это на 2% меньше, чем получилось у специалистов одной из частных лабораторий, где анализы на антитела берут уже с 18 мая. Для сравнения, в среднем по России этот показатель составляет 15%. Медики выясняют причину в том, что не у всех переболевших образуется иммунитет к коронавирусу. Те, кто перенес COVID-19 в легкой форме, как правило, остаются в зоне риска и могут заразиться повторно. Антитела могут нарабатываться в разном количестве. Достаточно для сдерживания повторной инфекции или недостаточно. Есть антитела, которые сдерживают инфекцию, а есть антитела, которые не обладают таким свойством. То есть они образуются в организме, но на самом деле только усиливают проблему. Вот как раз с коронавирусной инфекцией такие тела и образуются нередко, и формируют так называемые участки, формирование шторма у человека в кавычках, так сказать, называют состояние, когда самоповреждение происходит. От слов к делу. Амичей наказывают рублем за несоблюдение масочного режима. За четыре дня после открытия торговых центров 85 покупателей привлекли к административной ответственности. Некоторые отделались с предупреждением, другим пришлось заплатить штраф. По итогам рейда по городским магазинам в 88 торговых точках не соблюдались требования Роспотребнадзора, не проводили замеры температуры сотрудников, а также не оборудовали стенды с защитными масками и антисептиками для покупателей. Напомним, за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения гражданам грозит наказание в виде штрафа до 30 тысяч рублей. Повторное нарушение обойдется дороже – вплоть до 500 тысяч. Штраф для юридических лиц – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Между тем, игнорирование масочного режима может обернуться гораздо более глобальными проблемами, нежели штраф. Например, к ужесточению ограничений. Вице-губернатор Ромской области Дмитрий Ушаков после проверки ряда крупных торговых сетей заявил, что разъяснительные беседы с покупателями на входе в магазины помогают далеко не всегда. Некоторые посетители даже устраивают скандалы, лишь бы не надевать средства индивидуальной защиты. Однако, если такие принципиальные выходки приведут к росту заболеваемости в регионе, все послабления, цитата, придется откатить назад. Россия открывает границы для международных полетов, но не все граждане смогут вылететь из страны. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился разрешить выезд за границу для работы, учебы, лечения или для ухода за родственниками. Иностранцам можно приехать в Россию, если им нужна помощь местных врачей или же на территории страны их родственникам нужен уход. Напомним, международное авиасообщение было прекращено в конце марта из-за пандемии COVID-19. Сейчас, когда ситуация более-менее стабилизировалась, ограничения постепенно начинают снимать. Свои программы перехода к обычной жизни реализуют в регионах. Например, в Омской области разрешили отдыхать группам до 15 человек. С 12 июня Амичи смогут отправиться в вело- и йога-туры, совершать пешеходные прогулки и сплавы по рекам. Главное условие – соблюдение социальной дистанции и всех мер профилактики инфекций. Путешествия по региону можно будет поехать и на несколько дней, но по пути следования должны быть расположены гостиницы, соответствующие рекомендациям Роспотребнадзора. Это отдельно стоящие здания с количеством номеров до 20 или же строения, имеющие отдельный вход. Хостелы пока остаются под запретом. Некоторые эксперты высказывают мнение о том, что отдых на российских курортах может подорожать на 30%. В Омской области, по данным областного Минкульта, ценовая политика пока остается без изменений. Диагноз – убыточное предприятие. Рекомендовано финансовое оздоровление. Омскую тепловую компанию из-за многочисленных долгов и многолетней работы в минус хотят преобразовать в акционерное общество. В чьи руки может попасть предприятие, и стоит ли омичам опасаться смены собственника главного тепловика, а после – увеличение суммы в квитанциях за отопление и горячую воду. Подробности в нашем материале. На котельной, которая зимой отапливает больше 300 домов в Старом Кировске, кипит работа. Сейчас объект переведен в режим горячего водоснабжения. Параллельно идет подготовка к новому отопительному сезону. Пока инженеры обеспечивают горячей водой омичей, руководители тепловой компании решают не менее важный, чем своевременная подача тепла, вопрос. В Омском городском совете представители компании и депутаты обсуждают преобразование муниципального предприятия в акционерное общество. Ни для кого не секрет, что муниципальное предприятие находится в достаточно сложном финансовом положении. Впервые предприятие сможет сформировать баланс без учета суммы непокрытого убытка, что улучшит структуру баланса и кредиторскую привлекательность. На сегодня предприятие получило отказ в кредитовании от всех банковских организаций. При преобразовании шанс на получение кредитов, которые будут покрывать кассовые разрывы, намного выше. По словам Дмитрия Махини, речь об отчуждении предприятия в мэрии даже не идет. Тема обсуждения звучит как финансовое оздоровление. Говоря проще, спасение предприятия от банкротства и ликвидации. По итогам 2019 года кредиторская задолженность учреждения составила почти полтора миллиарда рублей, дебиторская – один миллиард. Минувший год предприятие закончило с убытком в 91 миллион рублей. После смены формы акционирования в частные руки тепловая компания не попадет. Реанимировать муниципальное предприятие будет город. 100% акций останется в собственности администрации Омска. Уже в статусе акционерного общества тепловая компания сможет включить в состав необходимой валовой выручки предпринимательскую прибыль в размере 5%, что даст по предварительным подсчетам дополнительно около 50 миллионов рублей ежегодно. При этом изменения формы собственности, по словам директора тепловой компании Владимира Тараненко, на тарифах для населения никак не отразятся. Не повлияют они и на работу котельных. Срывов отопительного сезона однозначно не будет. Все оборудование по котельной будет подготовлено в полном объеме в соответствии с графиками. Материалы есть, работы ведутся. У нас опасений не возникает. Предпосылок для срыва отопительного сезона 2020-2021 годов нет, рапортуют в тепловой компании. Даже несмотря на все долги и все еще горячие отношения предприятия с «Газпром Межрегионгазом», главным поставщиком топлива, долг перед которым у тепловой компании составляет почти полтора миллиарда рублей. Сейчас муниципальное предприятие возвращает просроченную дебиторскую задолженность за потребленный газ по решению суда. Частями. По специальному графику, который из-за убыточности предприятия постоянно нарушается. Однако в мэрии надеются уже в ближайшем будущем кардинально переломить ситуацию. Ненормативные выбросы аммиака, ацетоны и альфа-метилстирола, неправильная эксплуатация газоочистных установок и слабый экологический контроль в Росприроднадзоре подают в суд на предприятие «Омский каучук». В ведомстве озвучивают основные нарушения, которые выявили в ходе нескольких проверок завода. На предприятии эксплуатируется оборудование без заключения Федерального государственного экологического надзора, необходимого для выдачи разрешения на запуск установок. А замеры показали превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ. Сейчас руководители омского предприятия выдали предписание об устранении нарушений. Напомню, в начале мая глава Росприроднадзора Светлана Родионова жестко раскритиковала «Омский каучук». Она потребовала привести производство в порядок. Видимо, так и не дождавшись конкретных шагов со стороны руководства предприятия, в Росприроднадзоре решили призвать «Омский каучук» к порядку через суд. В период проведения проверки управление обратилось в суд о признании незаконным бездействия ПАО «Омский каучук» по неисполнению пунктов ранее выданных предписаний в части выброса метана и обязании общества приостановить выбросы вредных веществ в атмосферу отряда стационарных источников до исполнения соответствующих пунктов предписаний. На Надеждинский полигон можно больше не надеяться. Вступила в силу решения областного суда. На свалку с 9 июня официально запрещено свозить отходы. Первое закрытие полигона состоялось еще зимой. Тогда представители природоохранной прокуратуры обратились в Советский районный суд, так как выявили, что владельцы свалки, акционерное общество «Полигон», размещают ТКО на земельных участках, не внесенных в госреестр объектов, предназначенных для складирования мусора. Служители Фемиды с доводами прокуроров согласились и постановили прекратить любую деятельность, связанную с размещением ТКО на Надеждинском полигоне. Владельцы свалки такое решение попытались оспорить, однако в областном суде вердикт остался без изменений. Использовать свалку запрещено. Также в настоящее время расследуется уголовное дело о существении предпринимателями деятельности без лицензии. Если выяснится, что в акционерном обществе «Полигон» заработали на мусорной свалке крупную сумму денег, виновным грозит тюремный срок. На этом у меня все. Будьте в курсе событий вместе с телеканалом РБК Омск. До встречи в эфире.